В городской поликлинике номер 3 перед привывочным кабинетом собралась очередь. Желающих получить свой спасительный укол с каждым днем больше, ведь вирус, который сам себя короновал, со временем становится только опаснее. Защитить себя и окружающих можно с помощью вакцинации, да и выбор предлагаемой вакцины сейчас широк. На данный момент в поликлинике в ассортименте находятся две вакцины российского производства «Спутник Ви» и «Спутник Лайт», а также китайская «Виросел». «Спутник Лайт» тоже сейчас новая вакцина. Она у нас рекомендована для вакцинации студентов, военнослужащих, призывников для ревакцинации. Также рекомендована она, так как она однократная, бустерная, она идет для поддержания иммунитета через 6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции либо через 6 месяцев после первой вакцинации. Пожалуйста, «Спутник Лайт» прививайтесь, приходите, можно. На данный момент количество привитых пациентов от COVID-19, которые обслуживаются в городской поликлинике номер 3, достигают всего 23%. Как отмечают врачи, такой показатель несущественный для создания коллективного иммунитета. А значит, расслабляться точно не стоит. Среди тех, кто это прекрасно понимает, брещанка Зинаида Бутусова. Я делаю прививку первый раз и делаю ее в связи с тем, что мне надо ехать в санаторий. Поэтому я хочу привиться, обезопасить себя и других людей, которые со мной вместе будут отдыхать. Прививка у меня китайская. Почему? Потому что мне посоветовали мои знакомые вот именно эту прививку. Поэтому пусть простят россияне. В общем, надеюсь на здоровье и вам желаю крепкого здоровья. С приходом четвертой волны для всех стало ясно. Вирус сейчас серьезнее и опаснее. Болеют пожилые, болеют молодые люди и дети, болеют беременные женщины. В четвертую волну коронавирусная инфекция у беременных развивается очень стремительно быстрыми темпами. И если в начале утром беременная чувствует себя хорошо, то к обеду может развиться очень быстро. Развивается дыхательная недостаточность, которая приводит к тяжелым пневмониям. Экспертами Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день указано, что в эту волну 75% беременных, заболевших коронавирусной инфекцией, кислородозависимы. Если в начале пандемии это было 25-30%, то сейчас вот такая статистика. Да, цифры пугают, риски слишком высоки. А потому вакцинация китайской вакциной Виросел, которая не содержит живой вирус, а значит при попадании в организм не вызывает заболевания, звучит разумно и безопасно. Правда, если вы недавно переболели, необходимо подождать как минимум 6 месяцев перед вакцинацией. Мы в своей работе руководствуемся приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 октября 2021 года за номером 1275. Согласно этому приказу рекомендуется беременную вакцинацию на сегодняшний день вакциной Виросел Китайской Народной Республики, особенно тем женщинам с факторами риска течения инфекции COVID-19. Прежде всего, это возраст свыше 25 лет, значит, тем женщинам беременным, которые работают в системе здравоохранения, с наличием ожирения любой степени, с наличием хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы, в том числе артериальной гипертензии, гистационного сахарного диабета, ну и других соматических заболеваний. Прививаться или не прививаться – вот в чем вопрос. Правда, ответ на него беременная или кормящая женщина должна дать самостоятельно, взвесився за и против, ведь от ее решения зависит не одна жизнь.